Издательство Эксмо. Сергей Обложка. Мозг против похудения. Почему ты не можешь расстаться с лишними килограммами? Читает Денис Белых. Предисловие. Я веду беспощадную пропаганду стройности и здорового образа жизни. После курирования программ по снижению веса, агитация за правильную тарелку – мое второе любимое занятие. Это занимает некоторое время и требует изобретательности. И так как фронт работ достаточно обширный, мне приходится часто летать на самолетах. Так часто, что когда я захожу в салон, на лицах стюардесс быстро гаснут улыбки и они испуганно восклицают. Сергей Михайлович, это опять вы? Опять будете пропагандировать? Я всегда летаю в эконом-классе. Если мне удастся пристрастить к правильному питанию хотя бы одного соседнего пассажира, расходы на здравоохранение снизятся настолько, что я оправдаю свой билет в оба конца. Зачем я это делаю? У меня есть мечта. Я представляю, как, например, какая-то умная и красивая женщина сидит в одиночестве перед телевизором. Вдруг она чувствует неясное томление в душе, небольшое замешательство, секундную борьбу мотивов, и рука ее решительно скользит вниз, к тазику с чем-то вкусным и сладким. Но за секунду до катастрофы и морального падения на экране телевизора появляюсь я, в белых одеждах. Взгляд у меня усталый и добрый, но грим безупречен. И вежливо так, но убедительно говорю. Не делай этого. Не ухудшай заднюю карму. Смотрю на нее строго и мягко, и ее рука останавливается. Она, конечно же, сначала обижается и даже расстраивается, но потом понимает, что это забота. Она не догадывается, что я спал в самолете и потратил свой единственный выходной на запись короткого эпизода. Но она чувствует, что мне не все равно. Я никогда не видел ее лично, но этот эпизод я записывал именно для нее. Я хотел рассказать ей, что стройность – это гораздо проще, чем кажется. Показать ей простые действия, которые помогут сбросить лишний вес и сохранить результат. Поддержать ее в хороших начинаниях и показать дорогу в тот мир, где она в раздельном купальнике уверенно заходит в воду и слышит за спиной сухой звук падающих мужских тел. И эту книгу я читаю лично для вас. Не торопитесь сдаваться. Да, добро все равно побеждает. Проблема в том, что иногда оно побеждает без нас. И это ужасно и несправедливо. Давайте не дадим добру побеждать без нас. Давайте ему немного поможем. Моя мечта заключается в том, чтобы каждый знал, как можно помочь добру победить в его конкретной жизни. И пусть даже я не смогу объяснить ей, как стать счастливее. Но я абсолютно уверен в том, что ей гораздо приятнее будет прожить эту жизнь стройной. Очень многое в этой жизни проще, если она стройная. Искать счастье, разводиться и выходить замуж. Увольняться и устраиваться на работу проще, если она стройная. Надевать облегающую одежду или плакать от отчаяния проще, если при этом поглаживать себя по талии. И поэтому я поведаю вам, как можно изменить свою жизнь к лучшему. О чем бы я хотел вам рассказать в этой книге, если бы можно было выйти за рамки диетологии? О том, как поверить в то, что у вас получится стать стройными, когда вы в слезах и полведра мороженого уже съедено? О том, как не чувствовать себя одинокой и быть услышанной в доме, где полно народу? Что делать, если вы полны противоречий, когда вы в облегающих джинсах смотрите на пирожные? О том, как важно прощать и отпускать, и не копить тяжесть в себе. Прослабительные? О том, что правильно проинструктированный муж – это не только опора в трудный момент, но и уже половина похудения. Да, обо всем этом и даже больше.